В сквере возле администрации города установили памятную стелу со словами «Мы скорбим вместе с вами». Сегодня боль близких и родственников погибших в крымской трагедии разделяет весь мир. Сочи тоже присоединился к словам соболезнования. Траурный митинг провели возле памятника учителю, ведь в Керченском политехническом колледже погибли ученики и преподаватели. Трагедия унесла 20 жизней. Почтить их память на митинг пришли студенты из разных учебных заведений Сочи. Мы такие же студенты. Мне лично вчера было страшно, что случилось в техникуме. Расстрелял ученик, такой же студент, таких же студентов. И не только учителя, также пострадал кто-то, кто-то погиб. И это может случиться абсолютно с каждым. Мы с ребятами из медицинского колледжа собрались здесь с полным составом и с преподавателями, для того, чтобы поддержать хотя бы как-то близких и родных пострадавших. Среди участников митинга и представителей старшего поколения. Гибель детей они восприняли как личную утрату и отметили. Дело взрослых сделать так, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась. Они хотели жить, любить, дерзать. А шальная, злая пуля оборвала жизнь. Надо задуматься и об ответственности, и о том, чтобы в душу каждого подростка заглянуть и для них создать такие условия, где они могут раскрываться и воспитываться. То, что показывали по телевизору, не укладывается в уме, как можно было убить совершенно невинных молодых людей, юношей и девушек, которые готовились к новой, красивой жизни. И так трагически оборвалась их жизнь. Очень сочувствуем Керчи. И передаем им, чтобы они держались, потому что дети – это все наше, это святое. Как могло такое случиться, не дай Бог. В памятном митинге приняли участие сотни сочинцев. Они возложили цветы к памятнику учителю и зажгли свечи в память о тех, кто погиб. И с пожеланием скорейшего выздоровления тем, кто по-прежнему в тяжелом состоянии остается в больницах. Цветы сочинцы несли весь день. Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.